АПЛОДИСМЕНТЫ Три минуты, да? Мне уже приходилось участвовать в одной мелкой революции, потому что когда где-то, скажем, в 90-м году мы начинали создавать депозитарии, то мы говорили о безбумажных акциях, о безбумажных ценных бумагах. И нас никто не мог понять, потому что они говорили, ну как? Это же ценная бумага, а вы говорите безбумажные выпуски ценных бумаг. И вот я смотрю, что ничего в мире не меняется. Когда мы говорим о блокчейне, это примерно такая же революция в мозгах. Мы уже понимаем примерно, что это бывает безбумажное. Но это никто понять на самом деле не может. То есть криптографы говорят об одном. Программисты, когда приходят, начинают говорить о протоколах, то эти протоколы неожиданно оказываются не криптографическими, а совсем другими протоколами. Когда приходят люди, которые занимаются юридической практикой, они начинают говорить об еще одних каких-то протоколах. И у нас возникает такой вот странный стек протоколов. Все со всеми говорят, договориться не могут, но зато все очень быстро развивается. Значит, первая мысль, мы вообще не очень понимаем, о чем говорить. Я рекомендую, раз уж мы тут собрались в этом зале, и тут многие, которые интересуются блокчейном, то давайте возьмем хоть какую-нибудь терминологию. Например, вот тут уже мелькал доклад United Kingdom, видели, да, вот правительственный. Давайте мы оттуда хотя бы возьмем глоссарий и начнем об этом говорить, потому что тут все докладчики выходят. И что они называют блокчейном? Вот просто блокчейном, это одному Господь Богу ведомо. Потому что у кого-то это технология, у кого-то это конкретный экземпляр, у кого-то это просто идея. Есть терминология, давайте ей пользуемся. Первая мысль, что это все не первый раз, все устаканится, но кроме нас этого никто не сделает. Значит, вторая мысль, она простая. Блокчейн, в общем-то, это про связь, про то, что как-то между находится, не в узлах. И это примерно как интернет, но мы добавили еще вот такой специальный интернет, вот можно что-то подписывать, передавать, хранить в узлах интернета, и на базе этого у нас вроде смарт-контракты. Вот дальше вся история, которую вы знаете. Пришел интернет, вокруг него появился поверх TCP, IP, у нас HTTP, научились передавать картинки, и стало очень круто. World Wide Web, теперь у нас блокчейн на это намазывается. Но все забывают, что революция еще не закончилась, потому что у нас сменилась модель компьютинга. Три дня назад было выступление NVIDIA, которое уже откомментировали так, что во время революции искусственного интеллекта, золотой лихорадки, NVIDIA начала продавать лопаты старателя. Ну и хорошо на этом зарабатывает. Они сказали, ну мы вложили три года назад 3 миллиарда баксов в эту технологию, и вот там у нас появляется в узлах сети искусственный интеллект. Значит, блокчейн плюс искусственный интеллект дают очень неожиданные выходы, потому что когда мы слышим, например, о тьюринг-полных смарт-контрактах, то мы забываем, что люди в искусственном интеллекте делают дифференцированную архитектуру, и там у них дифференцированная машина тьюринга, дифференцируемая память, все дифференцируемое. Другой вообще класс языков, и мы имеем какие-то контракты, которые мы можем не программировать контракты, а учить, выучивать контракты. Это вообще другая парадигма, другой компьютинг, все другое, и нам придется заново, сейчас вот все, что мы делаем с блокчейном, я бы сказал, в его дискретной версии, нам придется делать с блокчейном дифференцированным. Вы еще запомните вот эти слова, дифференцированный блокчейн, они звучат вообще как непонятно что, но у людей, которые занимаются deep learning, тоже такое на слуху словосочетание, это не вызывает отражение, вызывает некоторое любопытство. Поэтому вот это запомните. Еще один неожиданный ход, я тут соединюсь с философами, и скажу, что очень интересные последствия, потому что сейчас идет оффшорный скандал, вы знаете, да? А что такое оффшорный скандал? Мы регистрируем просто не вот в этом окошечке свою фирму, а регистрируем в другом окошечке. А сегодня мы на таком интересном собрании, которое говорит, а вообще это окошечко открыто на любом компьютере, в любом телефоне, и это окошечко вот в интернете прям вот. Мы когда-то очень смешно делали московский либертариум, один из первых непрограммистских веб-сайтов, считая, что будет еще остовский либертариум, это как раз вот изменение в сознании, да? Остовский, Сан-Франциский, мы были очень горды, вот тут некоторые помнят эти благословенные времена. И когда мы открыли московский либертариум, то выяснилось, что он в Ростове, в Москве, на соседнем столе в Москве, в Сан-Франциско, везде на столе. И других уже не будет одного достаточно на весь мир. Вот, так вот, а когда у вас открывается окошко по регистрации чего угодно, в том числе лиц, то мы понимаем, что вы можете регистрировать не только контракты, но и тех субъектов, которые эти контракты заключают. Людей, а также компания. Юридическое лицо, оно недаром юридическое лицо. Далее я вам расскажу маленький фрагментик из книжки Чарльда Стросса «Акселеранда». Великий, ну, изобретатель породил сеть из примерно 60 тысяч компаний офшорных для того, чтобы спрятаться, как их владелец. Он породил 60 тысяч компаний, у которых уставы были написаны на питоне. И каждая из компаний владелась с тремя другими компаниями. Вот в этой сети некоторые компании добирали ресурсы, заключали обычные сделки. Некоторые служили секретарями, некоторые служили директорами. У нас, кстати, все это возможно, потому что вы всегда можете назначить юридическое лицо выполнителем функции директора, единолично управляющего органа. То есть все конструкции, которые я говорю, они более не менее понятны, как работают. Проблема наступила в тот момент, когда его... Дальше он придумал вместо питона специальный язык. В 2009 год, точнее, в 2005 год, никакого этого самого еще нет блокчейна. Придумал специальный язык, для того, чтобы легче было программировать эти компании, которые заключали контракты. А в какой-то момент его сеть обрушили. То есть вычислили все эти компании и начали с ним договариваться, ставить ему условия. И когда он начал вычислять, кто же такое смог сделать, 60 тысяч компаний распознать, то он нашел, что владелец вот этого бизнеса, это очень непонятное лицо, которое вот такую операцию сделало. И раскручивание дальше показало, что вообще там за такими же компаниями, там такая же сеть компаний, и за ней не человек. Потому что когда вы вдруг обнаруживаете, что за вами весь мир охотится, называет вас скайнетом, и хочет выключить при малейшей возможности, так, на всякий случай, вот у нас так говорят, то вы, конечно же, хотите жить в этом мире, пользоваться всеми ресурсами, прячетесь за сеть компаний, у вас не обязательно будет лицо-то одно, но лиц юридических у вас будет множество. И вся эта блокчейн-среда, она отлично этому способствует. Поэтому кроме смарт-контрактов, я ожидаю некоторого взрыва тех лиц, и не будем говорить с мокрыми нейронными сетками, или нейронные сетки у них будут сухие, кремниевые, или там даже квантовые компьютеры, я не знаю, как это все будет устроено. И совершенно не обязательно, что цепочки владения будут всегда приводить к людям. И мы будем жить в интересном, в новом мире. Читайте книжку Акселеранда, читайте мой блог. Спасибо.